здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие соратники сегодня 22 сентября город пермь у нас пикет проходит у кого-то сумма уже подходит концу итак дорогие друзья включу вот наша повадка это наш александр оператор снимает небольшой ролик про наш пермский нот вот владимир николаевич берет подписи у подписантов сегодня у нас очень прохладно и мы решили сегодня попить чайку вот как раз заканчивается пикет вот у нас увидите стаканчики у нас на столе он вот никого анатолий у нас раздает сегодня газеты раздавал замерз наверное как скажешь попили чай горячий поэтому не замерз поэтому не замерз я хочу сказать дорогие друзья никого я у нас был недавно в крыму ездил в командировку очередную вот и спросим вы скажите анатолий как дева там обстоят в крыму на ваш взгляд в крыму на самом деле у кого бы я не спросил в крыму все довольны тем что крым вернулся в родную гавань вернулся обратно состав россии общался с врачом врач мне рассказывал что при украине у них была машина скорой помощи которые они содержали за свой счет государства практически не помогала там дай бог больные давали им деньги чтобы хоть как-то прожить потому что зарплаты были в то время очень низкие у них после того как они после того как крым вернулся в россию за этот период у них сменилось около трех машин вот и последняя машина прям новенькая только классная иномарка может газель я честно говоря издалека увидел вот очень довольны то что вернулись конечно в золоте не купаются понятное дело то есть россия у нас тоже оккупированная страна вот но тем не менее жить стало намного лучше чем на украине вообще крым преображается строится дороги там таврида трасса строится достраивается керченский мост вот говорят уже в этом году запустят железнодорожную ветку через керченский мост шикарный терминал аэропорт мне конечно в крыму очень понравилось плюс там очень благоприятные погодные условия вот что я хотел сказать по поводу крым спасибо анатолий далее вот наши дорогие друзья еще два пикетчика вадимир николаевич наш преподаватель нашем университете преподает математику кандидат математических наук вадиме николаевич расскажите пожалуйста как вы скажете про сегодняшний пикет ну сегодня пикет хоть и холодно плюс 3-6 градусов мне касса очень продуктивно потому что мы минимум 25 а то по вам 30 подписи собрали 6 бланков очень-то не был газет и меренно раздали со счета сбились уже полностью ну в общем люди люди все больше больше интересуются и многие вообще подходят просто подходят и подписывают и все не спрашивают ничего просто знают все прекрасно это наверно скорее всего может быть и наш результат нашей нашей работы нашего штаба согласен согласен вот хочу еще дорогие друзья вот здесь мы пили чайок самый молодой нас но я хочу сказать самый старейший на нашего штаба один из старейший нашего штаба это наш руслан руслан расскажите пожалуйста как вы пришли в нот я фон автобусе увидел пикет пришел пикет попросился можно богат а еще вопрос когда вы узнали вообще движение нот вот еще я был 10 классе но сказать это год может 16 а нет нет раньше раньше 14 с 14 года 2014 года вы уже знали о ноде вот дорогие друзья смотрите этот этот молодой человек он у нас учится на втором курсе а на четвертом курсе университета пермского вот дорогие друзья а вот и является хоть он и самый молодой но среди нас нашей компании вот нас сегодня 5 человек это и он и является самым как говорится старослужащим грубо говоря в ноде вот дорогие друзья что я хотел вам сказать она дорогие друзья на этом закончится александр рова что-то хочется сказать за сегодняшний пикет пикет как пикет как обычно люди принципе активны даже несмотря на то что воскресенье я хоть и пришел под конец дня но народ брал газеты и задавал вопросы и подписывался пикет нормально сегодня хорошо хорошо александр вот дорогие друзья сегодня подходит концу наш пикет он у нас зарегистрированы до в 19.00 время у нас показывают часы без 10 7 дорогие друзья и наш штаб горош галины васильевны нанес очередной удар по каваниальной системе в нашей стране на чем мы и закончим сегодня наше пикетирование дорогие друзья всего доброго доброго